У пластиковых китаянок свои стандарты красоты. Дорогу в светлое будущее они прокладывают грудью. Игривая девица с начинкой на сотню тысяч евро и объемным бюстом, он же тачскрин, трогать руками можно и нужно. Но разработчики из Гонконга утверждают, что она все поймет с полуслова. То ли перегрелась, то ли смущена. Все-таки первое в жизни интервью. Привет, меня зовут Сенбот. Я очень умный робот. Смысл жизни красотки Сенбот – танцевать и вместе с детьми делать домашние задания. Одним словом, учительница первая моя. Что это значит? Я не понимаю. Пока она знает только английский, но мы обещаем, что примерно через год она выучит 28 языков, включая французский, итальянский и арабский языки, конечно же. А вот пока единственная надпись на кириллице, которая попалась нам на глаза в первом из 26 павильонов международной выставки Ифа. Домашние видеокамеры из Голландии, распознающие не только лица, но и морды. Имя и кличку робот-охранник не назовет, но цветной снимок случайного гостя тут же отправят на хозяйский смартфон. Что примечательно, в этом году некоторые корпорации обзавелись таки русскоговорящими консультантами. Среди таких приветливых монстров – один немецкий концерн, исполняющий самые отчаянные мечты домохозяек. Если, например, домохозяйка уже срезала лейбл и забыла, какой тип ткани, она может это быстро определить и запустить соответствующую программу в стиральной машине. Эта черная штучка якобы за пару секунд определяет тип ткани, а также химический состав пятна на ней. Однако русскоговорящий консультант к непосредственной работе с новинкой пока не допущен. Презентацию устроят его немецкие коллеги, по итогам которой выяснится, что сканер в упор не видит изделия из кожи, а также иногда утрачивает связь с реальностью. А теперь я передаю информацию стиральной машине, то, что мы сейчас отсканировали, чтобы запустить программу. Нет, что-то странное. Тут проблемы со связью, но мы можем отсканировать все снова. За углом от большой немецкой стирки элегантная швейцарская глажка. Утюг и доска неразлучны, друг без друга теряют всякий смысл. Легкий пар за пару тысяч евро. Интенсивность его подачи регулирует, конечно, смартфон. И ощущение абсолютно воздушной подушки. В принципе, можно, да, действительно, двумя пальцами вот так, не нажимая. Выставка Ифа. По сути, необъятный дом быта, общей площадью 159 тысяч квадратных метров. И около двух тысяч компаний из пяти десятков стран под одной крышей. Вопрос ребром. Есть ли здесь что-то made in Russia? Тем более, когда Россия говорит об удивительных инновациях и рапортует, конечно, об импортозамещении. Говорят, оно побеждает по всем фронтам. Сейчас уточним, и похоже, это будет увлекательный квест. Мы открываем виртуальный гид по выставке, специальное приложение, и вводим слова для поиска. Русланд, Паскал, Раша. И вот что получается. Единственная российская компания и немецкий самовар. Поскольку и то, и другое слегка на обочине, в отдалении от основных павильонов, путешествие будет транзитным. Остановки по требованию трендов и брендов. Милые мелочи на каждом шагу. И, на первый взгляд, сплошное мимими. Кормушка для котиков. Компьютер с надежной памятью, встроенный видеокамерой и приложением для смартфона. Электрические одеяла, способные разогреться до 55 градусов выше нуля при минимальном напряжении 12 вольт. Летающий очиститель воздуха. Сдувающий пыль со всех поверхностей. А также умные массажеры и тренажеры. По словам консультанта, 10 минут мощных вибраций заменяют полноценную тренировку в спортзале. Девять скоростей. Это первая скорость, что же будет на девятой. Уже не могу говорить. Не надо. Достаточно, я думаю. В остальном тут идут крупномасштабные звездные войны. Серьезные игроки меряются экранами. У одних японцев телевизор с диагональю 100 дюймов, примерно 2,5 метра. У других диагональ уже 120 дюймов. И самый четкий в мире экран. Революционное разрешение 8 тысяч пикселей. Хотя невооруженным глазом эту четкость не заметить, не оценить. А третьи японцы представили нечто из области научной фантастики. Первый на планете прозрачный экран. Толку в нем пока мало, просто эффектная концепция. Мол, именно так будет выглядеть телевизор спустя одну ударную пятилетку. И вот прямо по курсу компания из Москвы. Единственная российская фирма, представленная на этой выставке. Сейчас мы подойдем по здоровьям. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. В ответ на «здравствуйте» перепуганные сотрудницы фирмы спросили, с какой целью снимаете, и помчались за товарищем начальником. Дело в том, что эта компания производит видеорегистраторы для автомобилей, популярные в России, но категорически запрещенные в некоторых странах Европы. Камера на лобовом стекле, снимающая все происходящее на дороге, нарушает неприкосновенность частной жизни. А уж если она оснащена детектором полицейских радаров, то это и вовсе подсудное дело. Например, в Германии. Пусть это не всегда легально, но этот продукт устанавливается, как будто бы это обычный видеорегистратор, но он оповещает о стационарных камерах, которые установлены в большом количестве на автомагистралях. Хотелось сказать, для борьбы с полицейскими камерами, наверное, так не очень корректно. Но, тем не менее, чтобы получать предупреждение о том, что есть камеры, которые могут фиксировать скорость, это очень интересный продукт. Ну, розничная цена в Европе порядка 500-600 евро. То есть это очень сильно соизмеримо с теми штрафами, которые можно получать для тех людей, которые любят погонять и превысить на 20-30 километров скорость. Это очень цена такая гуманная. И пока россияне подрывают европейский Орднунг, в том же самом павильоне за перегородкой немцы устраивают слегка безумное чаепитие. У самоваров я и моя фрау. У самоваров безо всякого выхода в интернет и без приложения для смартфонов. Вообще-то нашей фирме более 40 лет. Ее основали выходцы из Восточной Германии. Я знаю, кстати, что самовары популярны не только в России, но и в Иране, например. Но я точно не могу вам сказать, с чего началась история их производства здесь, в Берлине. А вы можете сказать, чем отличается чай, приготовленный именно в самоваре? Да, просто самовар посимпатичнее чайника. В розничной продаже симпатичная толстушка из немецкого фарфора по имени Одетта будет стоить заметно дороже московского видеорегистратора – около 800 евро. Инновация, однако. Любовь Камырина, Николай Офицеров, Александр Гуркова, Кирилл Бутырин, РТВД.